Ветеран Великой Отечественной войны, участник освободительных боёв в Венгрии, Австрии и Чехословакии Алдобергенов Касымхан Алдобергенович живёт в скромной квартирке вместе с супругой Шулпан Акпаровной. По словам супруги, войну он редко вспоминает. Рассказывал, разве что с парашютом прыгал. Но своими воспоминаниями фронтовик на протяжении 30 лет делился с читателями газеты «Костанайтана», куда внештатно готовил публикации. Война застала Касымхана Алдобергенова в посёлке Милютенко Житикаринского района. Он только закончил 7 классов. В ряды советской армии я призывался в 1943 году, 10 января, Житогоринским райвоенкоматом. На санях призывников из Житикары довезли до станции Бреды, а затем поездом перенаправили в Челябинск. После чего новобранцы попали в Златоустовское пулемётное училище. Крепкого парня отобрали в десантные войска. Уже в городе Киржач, Владимирской области, его готовили к войне. На счету ветерана сотни прыжков с парашютом. В 1944 году подготовленный десантник был направлен на передовую. Нашёлся танковые наступления. Танки, как шуки, ползали на нас. А я был пулемётчиком с танкового пулемёта. Первый номер. Первый номер – это значит тот, кто стреляет. Касамхан Алдебергенович сражался на втором и третьем украинских фронтах. Освобождал Европу. В Чехословакии наш земляк встретил победу. В родные края Касамхан Алдебергенов вернулся в 1950 году. 30 лет проработал учителем, затем журналистом. Не расстаётся ветеран с Домброй. Он постоянно участник айтысов. Вместе с супругой воспитали шестерых детей. 9 мая – семейная традиция собираться вместе. Он нам рассказывал всегда, мы знаем, какой ценой это всё пришло. Ветеран – участник парада «Победы» в Москве. Не пропуская десантник ни один парад и в Кустанае. 9 мая ждёт с нетерпением и самостоятельно готовит свой парадный костюм. Диара Ахмечин, Балслу Аликенова, РТН.